Людмила Улицкая. Капустное чудо. Две маленькие девочки, обутые в городские ботики и по-древенски повязанные толстыми платками, шли к зеленому дощатому ларьку, перед которым уже быстро лисит бессветно-темная очередь. Ждали машину с капустой. Позднее ноябрьское утро уже наступило, но было сумрачно и хмуро. И в этой хмурости радовали только тяжелые, темно-красные от сырости флаги, не убранные после праздника. Старшая из девочек, шестилетняя Дуся, мяла в кармане замызганную десятку. Эту десятку дала Дуся-старуха, Ипатьева, у которой девочки жили почти год. Младшей, Ольге, она сунула в руки мешок для капусты. — Возьмите, сколько унесете, — велела она им. — И морквы с килограмм. Было самое время ставить капусту. Таскать Ипатьевой было тяжело, и ноги еле ходили. К тому же за то время, что девочки жили у нее, она уже привыкла, что почти всю домашнюю работу они делают сами, легко и без принуждения. К старухе Ипатьевой, по прозвищу Слониха, девочек привезли в 45-м году, в южный вечер, почти ночью. Они приходились внучками ее недавно умершей сестре и были сироты. Отец погиб на фронте, а мать умерла годом позже. И соседка привезла их к Слонихе, больше родней у них не было. Ипатьева оставила их у себя, но без большой радости. Наутро, разогревая на плите кашу, она промотала. Привезли ему на свою голову. Девочки исполно шивались друг-дружки и из-под лобби смотрели на старуху, одинаковыми, круглыми глазами. Первую неделю девочки молчали. Казалось, что они не разговаривают даже между собой, только шуршат, почесывая голову. Старуха тоже молчала, ни о чем не спрашивала. И все думала большую дому, оставлять ли их себе или сдать в детдом. В субботу она взяла таз, чистое белье и девочек, волосы которых были заранее намазаны керосином, и повезла их на Селезновку, в баню. После бани Ипатия впервые уложила их спать на свою кровать. До этого они спали в углу, на матрасе. Девочки быстро заснули, а Ипатия еще долго сидела со своей подружкой Кротовой. Выпили чаю, она сказала. Господь с ними, пусть живут. Может, не с простанниками на старости лет пристали. А девочки, словно почули их, что их жизнь решилась, заговорили сначала между собой, а потом и со старухой, которую стали звать бабой Таней. Они обжились, привыкли к новому жилью и к слонихе, только с городскими ребятами не сошлись. Их игры были непонятными. Интереснее было сидеть в комнате возле швейной машинки, слушать ее неровный стук и подбирать лоскутки, падающие на пол. Игнатия выбрала работу. Если повезет, то из нового. Но больше кому перелицевать, кому починить. Теперь девочки шли за капустой. И Дуся прикидывала, куда же они ее поставят. Бочонок-то в хозяйстве не было. В долявом кармане Дусиного пальто, кроме десятки, лежала еще картинка из журнала с нарисованным желтым зубастым японцем, замахнувшимся кривым ножом на кусок географической карты. Подтерев сестре нос, Дуся опустила замерзшие пальцы в карман и нащупала десятку скатанной трубочкой. «Большая, а носа вытереть не можешь!» проворчала она точно так же, как это делала Игнатия. И снова соннула руку в карман. Ее замерзшие пальцы не расчувствовали десятирублевки и скатали поудобнее в трубочку желтого японца. Измятая десятирублевка обиженно скользнула в дыру кармана и полетела вдоль мостовой вместе с бурами промерзшими листьями. Сестры встали в хвост, недлинные очереди. Женщины говорили, что, может, к капусту и не привезут, поэтому стояли только самые упорные. Все другие, постояв минут десять, уходили, обещали вернуться. Девочки тесно прижимались друг к дружке. Топали ослабшими ногами, ботинки были дареные, изношенные, тепла не держали. «Надо было валенки надеть», — сказала Дуся. «На валенках кошка спит», — отозвалась Ольга. И они замолчали, наговорившись. Минут через сорок пришел курсовик с капустой. Его долго разгружали, девочки терпеливо ждали, пока начнут продавать. Им и в голову не приходило уйти без капусты. Наконец сгрузили, а раскрылась зеленая кошка, продавщица начала отпускать. Очередь сразу разбухла. Прибежали все, и те, кто занимал, и те, кто не занимал. Девочки все оттеснялись и оттеснялись хвост. И недавно продрогли. Временами шел не той дождь, не той снег. Лотки их промокли, но пока еще грели. Только ноги конец взяпли. Время уже перевалило за обеденное, и продавщица закрыла окошко. Когда девочки приблизились к нему вплотную, стоявшая у прилавка тетка начала шуметь. «Что закрываешь, когда только открыла?» Но продавщица цыкнула на нее. «Обед!» И ушла. Прошел еще час. Свет стал убывать. Посыпал настоящий, слепленный в крупные хлопья снег. Он покрывал сутылую спины людей, спины домов, и кучу бело-голубой, твердый, даже на вид капусты. От белизной снега стало чуть веселее и вроде светлее. Вернулась продавщица. Отпустила капусту тетки впереди девочек. И Дуська выточила из кармана заветную трубочку. Развернула ее. Вместо десятки это была картинка с японцем. Она пожарила в кармане. Ничего в ней больше не было. Ее охватил ужас. «Тетенька, я деньги потеряла!» Закричала она. «По дороге потеряла!» «Я ненарочно!» Краснолицая продавщица, одетая, как капуста, во многие одежды, выглянула из своего окошка вниз, посмотрела на Дусю и сказала. «Беги домой! Возьми мамке денег, и я тебя без очереди отпущу! Но Дуська не отходила. «Дырка у меня!» «Я ненарочно!» ревела она. Маленькая Ольга, понимая, что на них свалилась горе, тоже ревела. «Иди, поищи! Может, на дороге найдешь!» посоветовала темнолицая женщина из очереди. «Как же найдешь!» фыркнул одноглазый старик. «Не задерживайтесь! Чего зря болтать!» «Эй, девчонки, отходите в сторону!» сказал кто-то третий. «Две горбленные девочки, кто-то на нас!» «Куда мы пойдем?» Ольга, опустив вниз углы своего треугольного рта, второго сестре. «Куда мы пойдем?» Стемнело. Укрывшие плечи мешком, они медленно прилили к дому. Умненькая Дуся все думала, что бы такое сказать ипать себе, чтобы она их не прибила, или хуже того, не прогнала. Украли или отняли, или еще чего сказать потеряла, казалось ей совсем невозможно. Ольга всхрипывала. Они подошли к повороту, остановились, собираясь перейти в улицу. Деревенская рубль перед машинами все еще оставалась в Дуся. На встречу им внесся грузовик, освещая фарами, обжавший перед ними раскосый кусок брюшчанки. Девочки стояли. Машина, не сбавляя ходу, резко повернула. Под фонарем сверкнул белым-голубым синим сиянием ее груз, высоко вздымившийся на бортом капуста. Машина вернула возле них, рванулась и поехала мимо. Сбросил к их ногам два огромных кочана. Они крякнули, стукнувшись о дорогу. Один распался надвое, второй покатился, слегка подпрыгивая прямо к ногам Ольки. Они посмотрели друг на дружку. Два светло-голубых глаза, изумленных. Смотрели в другие, точно такие же. Сняли с плеч мешок, которым укрывались, сунули в него целый кочан, и тот, который распался. Дуся не могла взвалить на плечи мешок, он был слишком тяжел. Они взялись за углы мешка. А потом уже в острое дусе подложила под него картонку, и они побыла клееку. Игнатьевой дома не было. Она сидела у подружки Кротовой, плакала, утирая слезы гривым ситцем, лоскутом. Шура, подумай, ведь два раза к ларьку бегала. Пропали, пропали, девчоночки мои, цыгане свели или кто? Да найдутся, ну кому они нужны-то? Ну сама подумай, учешала ее Кротова. А девчоночки-то какие были, золотые, ласковые, ну как же они без меня? А я-то, я-то как без них? Убивалась Игнатьева, комкая промокшую тряпочку. А девочки в темноте выложили на стол капусту, сели, не раздеваясь на стол, и ждали.